В прямом эфире репортера новости в студии Ксения Ажарова. Здравствуйте! Областная прокуратура пожаловалась в Высший совет правосудия на действия судьи Приморского районного суда Виктора Попревича. Он отпустил директора детского лагеря Виктория Петроса Саркисяна под залог. Прокуратура считает, что такое решение противоречит нормам процессуального права. А зачитывание мотивировочной части решения о залоге без участников процесса – прямое нарушение закона. В суде может грозить административная ответственность. Не продавать алкоголь с 10 часов вечера до 9 утра и полный запрет торговли крепкими напитками в МАФах Одессы предлагает депутат городского совета Денис Григорьев. Соответствующий проект решения он уже внес в повестку дня следующей сессии. Суть является в том, чтобы запретить продажу в ночное время, это с 10 вечера до 9 утра, в вообще крепко-алкогольных напитках в магазинах и в любых либо других учреждениях. Кроме кафе, ресторанного типа, ну и всяких заведений, которые являются непосредственно объектом хозяйствования. Но плюс к этому проекту есть дополнение, что в малых архитектурных формах точно так же будет запрет алкоголя продажи вообще. Имеется в виду, что кроме алкоголя, именно непосредственно водки, коньяка, ну и обычных таких уже серьезных напитков, будет запрет располагать так же самое и на пиво. По закону продажа алкоголя в МАФах запрещена, говорит депутат. Но так как реакции правоохранителей нет, авторы проекта решили наделить соответствующими полномочиями муниципальное управление торговли. Нарушители этих норм рискуют лишиться лицензии. Если в временных сооружениях объект является меньше 25 метров, вообще по закону им не имели права выдавать лицензию. И уже будут какие-то приниматься определенные штрафные санкции, ну и меры воздействия непосредственно со стороны городского совета. Депутат отметил, что такие нормы уже действуют во многих крупных городах Украины и улучшают криминогенную обстановку. Будет ли действовать такой запрет в Одессе, станет ясно уже 14 декабря на очередной сессии городского совета. В Малиновском суде в очередной раз не смогли продолжить судебный процесс по делу об убийстве спортсмена Сергея Лащенко. К гражданину Азербайджана Бабеку Дамира Глыгасанову до сих пор не могут найти переводчика с украинского на его родной язык. На прошлой неделе прокуратура обратилась в посольство Азербайджана с просьбой предоставить специалиста. Однако так и не получили ответ. В этот раз суд сделал официальный запрос в судебную администрацию. 26-летний гражданин Азербайджана Бабек Дамира Глыгасанов находится в Одесском СИЗО с февраля после его экстрадиции из России. Его обвиняют в убийстве чемпиона Украины по тайскому боксу Сергея Лащенко, совершенном на территории еврейской больницы. Я считаю, что в данном случае суд, ссылаюсь на статью 65 Криминального процессуального кодекса Украины, суд обязан обеспечить переводчика. На мой взгляд, это договорные отношения между судебной администрацией и конкретным бюро переводов. Если договорные отношения не выполняются, мне кажется, судебная администрация имеет возможность расторгнуть эти договорные отношения и привлечь ту организацию, которая обеспечит наличие переводчика. Время тоже затянулось, мне кажется, было предостаточно времени. Эти договора заключаются, на мой взгляд, за державной кошкой, и поэтому при наличии реагирования суд имеет возможность повлиять. Следующее судебное заседание по делу об убийстве боксера Сергея Лащенко запланировано на 14 декабря. В Подольске полицейские уничтожили наркотические вещества, изъятые в ходе расследования 75 уголовных производств. Сразу все. В основном это марихуана, опия, а также всевозможные приспособления для употребления наркотиков. Горело ярко. Тем временем пограничники изъяли 5300 пачек сигарет на пропускном пункте Рени. Контрабанду нашли под обшивкой прицепа и кабины грузового дав, который следовал в Румынию. По документам фура была пустой, но когда пограничники провели углубленный досмотр, то нашли контрабандные сигареты китайского и белорусского производства на сумму более 100 тысяч гривен. Сейчас ведутся следственные действия. Исторический центр Одессы может быть включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО уже в ближайшие два года. Для этого нужно подготовить номинационное досье и более внимательно относиться к строительству в пределах исторического ареала. Об этом шла речь во время Пятой международной конференции за сохранение от застройки исторической части города. Состоялась она в Литературном музее. Дмитрий Богомолов оценил перспективы проекта. Человек утверждает курятник в центре города. Мне хочется сюда сказать, утверждает курятник. Начало конференции о включении Одессы в основной список наследия ЮНЕСКО пытались сорвать представители Рады громадской обеспеки. Пока архитекторы, геодезисты и ученые ждали в зале, активисты настаивали на сносе незаконной надстройки третьего этажа мансавды на Преображенской-1. Часть людей, которые считают себя общественниками, фактически являются просто-напросто хулиганами. Сегодня не хотят, чтобы была проведена международная конференция по сохране культурного наследия в нашем городе. В Управлении охраны объектов культурного наследия отметили, что строительство остановили, так как заказчик предоставил неправдивые данные и отклонился от проекта. Надстройка уже демонтирована, о каких-либо других фактах нарушений в РГБ не знают. Мы еще не изучали так глубоко, но вот этого, я думаю, уже хватает, чтобы этот человек сам уволился и пошел себе спокойно отдыхать. Обсуждение путей сохранения исторического центра и подготовка основы для номинационного досья – историко-краеведческие иконографические архивные материалы. Чтобы попасть в список наследия ЮНЕСКО, нужна соответствующая документация и обязательно контроль проектов застройщиков, говорят участники дискуссии. Каким образом мы можем заставить нерадивого застройщика, который сегодня владеет объектом культурного наследия, отреставрировать этот объект и не нарушить историческую среду при этом? Сегодня эти вопросы будут, с юридической академией будет именно серьезная разработка доклад на эту тему. Поэтому я считаю, что вопрос номинирования в ЮНЕСКО – это просто объединяющий вопрос, который собирает людей для того, чтобы серьезно заняться вопросами памятника охранного и законодательства и сохранения исторического наследия нашего города. Силы в первую очередь надо направить на комплексность подхода, на взаимодействие тех, кто занимается охраной исторической среды и новым строительством, главным архитектором города, городскими властями. Они должны понимать проблему комплексно, а не каждый отдельно на своем уровне. Делать медленнее, но качественнее, говорит архитектор Анатолий Изотов, который принимает участие в процессе реставрации Воронцовской колоннады. Должны были закончить гидроизоляцию и засыпать грунт, чтобы полностью обеспечить отвод воды. И по самому дворцу идут работы по террасе. То есть финишные работы по усилению самой террасы, по укреплению сводов террасы и по восстановлению той архитектуры, которую она имела. Потому что в процессе тех знаменитых наших бетонных наслоений, она хоть не сильно, но преобразовалась. Поэтому не хочется при дальнейших работах возвращаться к этому вопросу. То есть лучше чуть дольше, пускай они сейчас выполнят, тем более, что накрыто и не попадают туда никакие атмосферные осадки. Но вот позволит выполнить работы, которым мы не будем изучаться и проектировщик, и генпроектировщик, и генподрядчик, и научное сопровождение не будет участвовать в следующем году. В конференции принимают участие представители Министерства культуры, реставраторы, архитекторы, археологи и зарубежные гости. Форум продлится два дня, а при грамотном подходе включить в список ЮНЕСКО исторический ареал Одессы удастся к февралю 2019 года. Дмитрий Богомолов, Юрий Шинкаренко, телеканал «Репортер». И о судьбе еще одного памятника, который может войти в ЮНЕСКО. Северную стену Белгороднестровской крепости не успели закончить в оговоренный срок. Подрядчик месяц назад пообещал губернатору Максиму Степанову сдать часть объекта 1 декабря. В опл. администрации на совещании, посвященном реконструкции крепости, представитель компании подрядчика пояснил причины промедления. Не успели согласовать новый чертеж и проектную документацию. В свою очередь Максим Степанов напомнил, что никаких сдерживающих рычагов для проведения работ нет. Деньги выделяются вовремя, рабочих также хватает. На совещании строителям поставили новые сроки сдачи стены. Также были озвучены планы внести Белгороднестровскую крепость в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Документы были подготовлены 27 ноября. «Фортеця будет врятована, принаймні, певничная стена, которую сейчас проводят работа. До конца грудня все работы будут там закинчены, которые необходимо закинчить. Мы начинаем проводить все работы о подготовке документов до внесения до Всесвітной спадщины ЮНЕСКО». Финансирование строительства новой взлетной полосы в Одесском аэропорту будет разблокировано. Об этом сообщил нардепа от блока Петра Порошенко Алексей Гончаренко. Сам парламентарий ссылается на слова премьер-министра Владимира Гройсмана, который сказал об этом на партийном заседании в присутствии президента страны. Слава правительства отдал соответствующее поручение, и уже в ближайшее время деньги будут перечислены. Напомню, в начале сентября Владимир Гройсман во время рабочей командировки в Одессу сообщил, что правительство направит 500 миллионов гривен на строительство новой взлетной полосы. Работы до сих пор не начались. Каждый шестой юноша в Одессе сталкивается с урологическими проблемами, вызванными инфекционно-воспалительными заболеваниями. А из 116 девушек, которые обратились в консультацию, 74 записались на диспансерный учет. Для профилактики венерических заболеваний, сохранения полового здоровья молодежи, врачи-урологи и гинекологи проводят в учебных заведениях беседы со школьниками и их родителями. Мы рассказываем о том, что может привести к этому заболеванию, как нужно себя вести, какие есть методы лечения, так, чтобы дети не боялись об этом говорить. Вопросы очень широкого профиля. Действительно, за такое непродолжительное время все рассказать невозможно, но, тем не менее, стараемся разобрать наиболее интересные случаи. Это какие? В первую очередь, вопросы аномалий развития физиологических, которые встречаются у детей такого возраста. Затем вопросы гигиены и, скажем так, меры профилактики воспалительных заболеваний у детей. За 9 лет работы программы «Тебе. Будущее Одессы» врачи провели индивидуальные беседы с 30 тысячами девушек и 5 тысячами юношей в 43 школах Одессы. Врачи довольны результатами, репродуктивное здоровье молодежи заметно улучшилось. Школьники меньше боятся говорить с медиками на интимные темы. В городе Одесса уменьшилось количество рождений в подростковом возрасте. То есть 13 лет, 12 лет мы сейчас не фиксируем. В городе Одессе были такие случаи, к сожалению, большому. И прерывания беременности в таком возрасте были. Это сейчас как-то все-таки меньше. Эта программа имеет достаточно большую разъяснительную такую работу. Мы проводим среди учеников. Это работа не просто там лекции банальные какие-то, это беседы, это ответы на вопросы, это интимные, абсолютно такие сокровенные откровения наших молодых людей и девочек. То, что можно доверить самому близкому человеку. То, что после таких общений увеличится количество посещений мам с девочками детского гинеколога. То, что входят отцы и матери с мальчиками к урологу. И напоследок о спорте. Южненский баскетбольный клуб «Химик» выиграл шестой последний поединок группового этапа Кубка Европы ФИБО. После шести поражений подряд, учитывая квалификацию, подопечные Виталия Степановского на своей площадке обыграли бельгийский МОНС. Решающим стал отрыв в третьей четверти, когда украинцы набрали на 17 очков больше. Последний игровой отрезок также остался за ежами. Победа со счетом 78-75 не помогла хозяевам покинуть последнюю строчку в своей группе. Самыми результативными игроками в составе «Химика» стали Дерек Колтер, набравший 16 очков, и Виталий Мальчевский, на его счету 14 пунктов. Ближайшее воскресенье южницы проведут на своей площадке областное дерби против БИПа Одесса. Начало встречи в 3 часа дня. И на этом все. Оставайтесь с репортером. До скорого. Продолжение следует...